Что с Мечковым, когда он возвращается и будет ли он присоединиться к главной команде или какие планы насчет него? Спасибо. Да, мы очень ждем Матвея. Он по законам Канады остался в Канаде на карантине. Мы с ним на связи ежедневно. Он в отеле тренируется, присылает видео, крутит велосипед, делает разные упражнения. Наши тренеры ОФП с ним на связи. Мы так со всеми игроками работаем по удаленке. То есть даже когда такие ситуации случаются, мы продолжаем тренироваться по мере возможности. А то, что касается дальнейших шагов, мы это обсудим по факту, по ситуации. Сейчас тяжело прогнозировать. Привет. Сегодня Мечков и Юров возвращаются в Россию после канадского заточения. Напомню ребятам, что в аэропорту лучше не заходить в бар, не стоит курить перед посадкой в самолет, а в самом салоне не нужно слушать громко русский рок. И пока летите над территорией Канады, не стоит приспускать маску. КХЛ, нарушив собственный регламент, закапывает себя все глубже и глубже. Вчера была назначена дата матча Йокерит Автомобилист. И ее вряд ли можно назвать идеальной. КХЛ назначила дату одного из матчей Автомобилиста против Йокерита в Хельсинки. Николай Заварухин сыграет 22 января. Пока нет никакой информации о том, когда клуб из Екатеринбурга проведет встречи с Ригой и Авангардом. Но ставить эти игры некуда. Финны почему-то заранее согласились, что игра должна состояться. Но и получили неудобное расписание. 21 января они принимают на своей площадке злой Витязь, а Подольский клуб не намерен завершать сезон серии поражений. Плюс в составе финского клуба много кандидатов в различные сборные на Олимпиаду. Не забывайте, что плотность таблицы западной конференции такая, что одно-два поражения могут изменить положение клуба. И очень плохо, что Лига одновременно назначает дату игры между этими командами, удивляя Салават Юлаев и Трактор, которые в схожей ситуации не сыграли, а уфинский клуб получил техническое поражение. Накануне на сайте Лиги вышел анонимный комментарий, где попытались объяснить, почему ситуации разные. Странно, что не сообщили, кто именно разбирал ситуацию, но аргументация совершенно не убедила. Какие российские законы нарушаются, если бы уфинцы и челябинцы сыграли в другое время? Напомним, что с ними случилось происшествие в ноябре и было полно времени провести игру, тем более клубы были не против. Как сейчас Автомобилист с Йокеритом. Но посмотрим теперь, как КХЛ выкручится из ситуации с матчем Авангард Автомобилист. Ведь тут другой расклад. Команда из Балашихи была против переноса, там и сейчас не понимают, почему матч отменили, ведь все были готовы выйти на лед. Да и уральцы привезли в Москву хоккеистов. И дат свободных нет, только если клубы не согласятся играть каждый день в конце февраля. Эх, лига сама поставила себя в плохую ситуацию, из которой нет выхода. Напомним, что надо назначить даты еще четырех встреч, а впереди олимпийская пауза, сразу после которой по 3-4 игры и плывов. Акбарс мог вчера забронировать себе место в плывов, но уступил бы в Владивостоке. Большая победа для одного из самых жестких тренеров лиги Леонида Тамбеева. Два клуба, претендующие на место в плывов от западной конференции, проиграли. А если бы выиграли, то руководство Локомотива могло бы и посидеть. Ярославский клуб впервые в этом сезоне потерпел четвертое поражение подряд. Печально и то, что в этой серии две встречи прошли на своем льду. Кто-то скажет, что соперники были не из простых. Никитин проиграл в Спартаку, Московскому Динамо, Трактору и Металлоргу. Но об этом можно было бы рассуждать, когда у тебя какой-нибудь средненький коллектив, чья задача – борьба за место в плывов. К Локомотиву совершенно другие требования, учитывая их знаменитую школу, огромный бюджет, смену тренера и подбор игроков. И поэтому в матче против Металлорга ждали хорошие игры, тем более не сказать, что хоккеисты Ильи Воробьева переживают отличный период. Но болельщики вряд ли остались довольны. В обороне допущено огромное количество ошибок. Это тем более странно, что в команде уже давно работает Дмитрий Юшкевич, умеющий выстраивать систему. И хоккеист у него хорошего уровня. Если с утра всех защитников выпустить на рынок, то к вечеру каждый найдет работу. Но на деле получается какой-то проходной двор. Никитин должен начать волноваться, ведь известно, что хорошее действие в защите – основной критерий для президента клуба Юрия Яковлева. И Квартальнов, и Кудашов теряли работу, как раз потому, что, по мнению руководителя, не могли наладить оборону. Команда слишком много пропускала. А сейчас еще и забивает мало, для победы не хватает. Кто-то скажет, что волноваться рано. А впереди месяц, когда Никитин Юшкевич как следует поработает с командой. Но вы теперь уверены, что все у них получится? Тренеры работают давно. Менять состав невозможно, а прогресса нет. Впереди у локомотива автомобилист Акбарс Иска. Представьте на секунду, что мельчане-торпедовцы выиграют ближайшие матчи. И Ярославль окажется на границе восьмерки. Сегодня в КХЛ только один матч. В Мытище приезжает трактор. В составе челябинцев не будет Виталия Кравцова. Говорят, что он остался дома из-за ОРВИ. Но, кажется, там звездная болезнь. И последнее. Нападающий Миннесота Кирилл Капризов пропустит ближайший матч команды. Его травма, полученная во встрече с Бостоном, оказалась серьезной. Болит рука. Пора начинать вычитать деньги из огромного контракта. Он не предусматривает пропуски матчей. До свидания. Ваш комментарий по игре? Не залуж с победой. Я думаю, что По праву находятся среди лидеров. Хорошая работа сделана здесь. Наше поражение, думаю, это моя вина. В принципе, что-то еще говорить.